О, спускался теперь с небес, когда на юг улетали птицы, о, хотел... Всем привет, друзья! С вами Ксюша! На повестке дня у нас новинка, целая линейка селективной парфюмерии от Stellar. Бюджетный бренд, который представлен эксклюзивно в Магнит Косметик. И многие из вас уже видели и тестили эти ароматы. И я вам сегодня покажу всю линейку, скажу свое мнение, обозначу ноты. Короче, давайте начинать. Stellar прислали мне на обзор вот такую огромную коробку. Она очень тяжелая. И внутри... Опа! Вот такие дверцы. И за каждой дверцей... Опа! Скрывается аромат. Ну, они соответствуют, да, и цвету. Ну, то есть, все как бы предсказуемо. Вообще, у Stellar какой-то невероятный дизайнер, который придумывает эти блогерские рассылки. Вспомните огромную губную помаду. То есть, они все время придумывают что-то вот такое особенное, чтобы блогеры поплыли. И если вы подумаете, что я кремень и не поплыла от этого, то вы ошибаетесь. Я точно так же растеклась мысью под ревом. Поэтому, конечно, это очень стильно, прикольно и очень по-инстаграмному. Stellar выпустили шесть ароматов, каждый из которых очень-очень-очень по-разному воспринимается людьми. Я тестировала ароматы не только на себе, но и на своих друзьях. Поэтому сразу вам скажу. Прийти в магазин и просто потестировать аромат там на блоттере или как-то не имеет смысла вообще. Наносите аромат на себя. При этом ваша кожа должна быть чистой, разумеется, без вашего парфюма, без каких-то, не знаю, сильно пахнущих кремов для рук и так далее. Наносите на себя. Дело в том, что ароматы имеют четко выраженную пирамиду. И здесь все ноты читаемы. Соответственно, аромат на вас будет трансформироваться. И то, что вы наносите и вам кажется, возможно, рисковато, впоследствии может трансформироваться в супер клевый шлейфовый такой аромат. Стойкость у всех, ну, на мой взгляд, ароматов примерно одинаковая. Шесть-восемь часов. Дольше я, в принципе, ароматы и не ношу. Я не буду сохранять интригу. Я начну со своего любимчика. Это флауа гипнотик. Фиолетовый аромат. Проще, наверное, называть их по цветам. У пакетовки у всех ароматов одинаковые. То есть это картонная коробочка. Она еще должна быть в пленке. Пленку, разумеется, я сняла. И вот так выглядит сам флакон. У них симпатичные вот такие ребристые донышки. И это цветочно-фруктовый аромат. Почему я вообще о нем говорю первым? Он мне понравился больше всех из этой линейки. Он раскрывается на мне красиво. Хотя сразу ремарка на полях вот здесь. Ребята, напоминаю. Я перенесла коронавирус. Я его перенесла в ноябре. И ароматы у меня, восприятие ароматов, сильно трансформировалось. Поэтому мой вам добрый совет. Сходите и протестируйте ароматы сами. Потому что мое восприятие может сильно отличаться. Оно действительно искажено. Но доверяй, но проверяй, как говорится. Поэтому идите и тестируйте ароматы. Вот это мне понравилось больше всего. Верхние ноты. Это бергамот, личи и персик. Лично я чувствую персик максимально. Это очень вкусно. Я читаю со шпаргалки. У меня как всем ароматом есть шпаргалки. Ноты сердца. Жасмин, пион, апельсиновый цвет. Я опять-таки чувствую больше всего жасмин и пион. Апельсиновый цвет не чувствую от слова совсем. Но опять-таки, да, мое обоняние оставляет желать лучшего. И база это древесные ноты мох и мускус. И здесь очень крутые базовые ноты, которые остаются на теле. Сначала аромат кажется очень легким и девчачьим. Он кажется таким, знаете, ну вот мне 16, вся жизнь впереди, все дела. Но это аромат, который потом становится взрослым и сложным. Понравилось. Очень мне нравится. То есть вот у меня есть прям два аромата, которые... Три, ладно, три из линейки, которые я прям бешено люблю. И вот этот вот number one однозначно. Самый запрашиваемый аромат из всех. Когда я в инстаграме показала эту линейку, мне написали, Ксюша, что там с ванилью и табаком? Ну, все знают аромат табак ваниль от Tom Ford. Мне он дико не нравится. Это вообще не моя история. А здесь аромат называется ваниль табак. Это черный флакон. То есть флаконы все абсолютно идентичны. Мне кажется, это сделано для того, чтобы вы приобрели, допустим, их несколько. Они у вас вот так одинаково стояли. Мне кажется, поэтому... Ну, ароматы, в принципе, недорогие. Можно себе позволить их несколько. Это аромат, который, на мой взгляд, лучше, чем Tom Ford. Почему? Tom Ford для меня тяжелый. Я от него задыхаюсь. Мне пахнет, не знаю, морпортом каким-то, знаете. Ну, то есть ванили, она там есть, но я ее воспринимаю, наверное, как-то неверно. Здесь вверх это табачный лист и специи. Ноты сердца это бобы тонко, цветы табака, ваниль и какао. Да, наверное, нотка какао, она здесь смягчает, как будто бы все. Это прям правильная нота здесь, да. И в базе сухофрукты и деревянная кора. Аромат обволакивающий, аромат такой... Ну, это вот надо быть человеком с характером. Он мне нравится. На себе... Да, я могу его носить, но только если на улице, свежо, прохладно. Для зимы и прохладной весны однозначно огонь. И это тот аромат, который вызывал интерес у противоположного пола. Мне все спрашивали, чем так пахнет, а что это такое вкусненькое. То есть вот мужчинам этот аромат очень нравится. Да, вот. Хотя нелогично, да, вроде бы. Но, наверное, за счет ванили. Они же такие все подки на ваниль. Хороший аромат, хороший. Тестируйте на себе. Аромат номер три. Я как-то, видите, начала от своего любимого. И буду продвигаться постепенно к менее любимому, менее мне подходящему аромату. Но опять-таки парфюмерия – это субъективщина абсолютная. Поэтому каждому свое. Итак, розовый. Розовый вот такой красавчик. Внутри он такой флакон цвета розового золота, я бы сказала. И это восточно-цветочный аромат. Вверх – розовый перец, апельсин и кипарис. Понятия не имею, как пахнет кипарис. Я знаю, как он выглядит, но как пахнет – не знаю. Это аромат, который максимально не совпадает во флаконе и на теле. Вот его просто на блотер бесполезно наносить. Ничего не поймете. Ноты сердца – красная лилия и тубероза. И базовые ноты – ваниль, почули, каштан и орхидея. С ним ни в коем случае не нужно перебарщивать. Буквально вот там два пшика, и это за глаза. Я бы даже помпу вот эту вот не до конца нажимала. Потому что вот эта восточная нотка, она действительно в них есть. И их можно носить на каждый день. Но я бы порекомендовала быть с ними осторожной. Потому что восточные ноты, они как-то обволакивают всегда очень сильно. Мне этот аромат нравится. И из всех этих ароматов вот это любимый аромат Вероники. Конечно, она не эксперт в этих вопросах. Но у нее достаточно тонкое обоняние. Она знает весь мой парфюм. Она все тестирует. И вот этот аромат Вероника выделяет среди всех остальных. Далее аромат в белой коробочке. Но он внутри серебристый. Это, конечно, подстава. Ожидаешь увидеть нечто белое. Этот аромат называется Bloom Intense. Это тоже цветочно-фруктовый аромат. Ремарка. Все ароматы, которые у Стеллари заявлены как цветочно-фруктовые, это не легкие цветочно-фруктовые ароматы, к которым мы с вами привыкли. Нет. Они сложнее. Они с каким-то там либо действительно мускус, либо это древесная кора. Это что-то такое, что отдает какой-то серьезность. Это ни в коем случае не компоты. Верхняя нота. Лепестки роз и сухое дерево. Вот, кстати, наверное, сухое дерево дает вот прикольную-прикольную ноту. Ноты сердца. Герань и гриппфрут. База это амбра и мускус. Мускус, который есть практически во всех ароматах, здесь достаточно серьезный. Он не то чтобы грубый, но он стойкий, и вы его почувствуете. Это не тот мускус, который где-то там проскочил на заднем плане, вы его не заметили. Нет, здесь мускус вы почувствуете. У меня осталось два аромата, и я думала, как их поставить по местам, распределить в этом топе. Но шипровый аромат для меня всегда на последнем месте, потому что я девочка попроще. Я люблю ароматы, которые для меня понятны. И шипровый аромат я просто не вывожу. Я как личность, а я считаю, что ароматы всегда подчеркивают ваши особенности. Аромат это как одежда. Аромат это супер важно. Аромат может подчеркнуть вас, какие-то ваши качества личностные. А может испортить весь образ. Если ты девушка в легком, каком-то летящем сарафане, но от тебя пахнет жестким каким-то ароматом, да, парфюмом, весь твой образ принцессы и феечки такой, он распадается. Как и на деловой встрече быть серьезной женщиной в брючном костюме, но от тебя пахнет сексом. А есть ароматы, которые действительно пахнут сексом, чего там, да, скрывать. Это немножко неуместно и разрушает весь твой образ. Поэтому думала я, что поставить, на какое место. На пятом месте красный аромат Oriental Flower. И это восточно-цветочный аромат. Вверх. Жасмин, шафран, ноты сердца, древесный янтарь и серая амбра. База, еловая смола и белый кедр. Вот, наверное, вот эта база в виде еловой смолы меня и выбивает. Это слишком серьезно для меня. Я не могу... Ну, я не могу это носить на каждый день. То есть для меня это слишком. Если вот выбор между вот такой вот фиолетовой историей, которая меня вдохновляет, и вот таким красным, ну, вот для меня выбор очевиден. Аромат любопытный, но мое искаженное обоняние выдает здесь запах стирального порошка, как будто бы. Ни одной такой ноты не заявлено. Но я чувствую что-то подобное. И, конечно, ну, этот аромат будет передарен кому-то из друзей и знакомых, кому он придется по душе. Вот, кстати, маме моей вот этот аромат нравится. Короче, как было дело, когда я в инстаграме показала все эти парфюмы, девчонки, там, и знакомые подружки, мама, родственники и так далее, когда приходили ко мне в гости, они все тестировали эти ароматы. И мнение очень сильно расходилось. То есть я вам сейчас выдаю тот топ, который лично для меня работает здесь. Но все выбирали абсолютно разные ароматы. Кто-то говорил, что ни один аромат не цепляет. Как бы это все бывает. Моей маме вот этот аромат красный очень зашел. Возможно, потому что у мамы потеря обоняния во время коронавируса была минимальной. И у нее все это не так сильно трансформировалось. Для меня аромат слишком, слишком. Он для меня прям, ну, на грани с ароматом унисекс, либо мужским ароматом. Конечно, он становится сладким более на теле, но нет. Если бы мне дали его понюхать, я бы сказала, что это мужской парфюм. Зачем вы мне его предлагаете? Шипровый аромат пачули Абсолю. Это золотая коробочка. Соответственно, с золотым содержимым. Да, это такой у нас Ситрипио в этой линейке. Итак, пачули Абсолю. Это название говорит нам о том, что там будет пачули. И это действительно так. Не умею носить шипровый аромат, и я проще. Ну, правда, я не вывожу его, ну, правда. Вверх. Черная смородина Фрейзия и Бергамот. Сразу хочу сказать, черная смородина коварна. Все мы знаем, чем может пахнуть черная смородина плохая, да, и неуместно использованная парфюмерами. Это запах продуктов жизнедеятельности кота, например. И здесь этого аромата нет точно. То есть здесь прям какая-то клевая черная смородина. Но, опять-таки, я могу вывозить только верхние ноты. Двигаемся дальше, да. Я вам прочитала. Вверх это черная смородина Фрейзия и Бергамот. Ноты сердца. Роза, нероли, полынь. Полынь для меня это too much. Я не вывожу. Роза мне здесь не нравится. У меня есть определенные требования к аромату розы в парфюмерии. И чаще он мне не нравится, чем нравится. Поэтому, ну, такое. То есть ноты сердца мимо меня. База. Почули, ваниль, амбра, древесные аккорды. Ну, удивительно, да. Почули, абсолю. Почему почули было, по идее, там, не вынести куда-то повыше в пирамиду. Но окей, окей. Я не парфюмер ни в коей мере. Ну, вот как-то так. У меня такой вопрос возник. Ваниль. Ваниль я чувствую. И это единственная нота здесь, кроме приличной черной смородины, которая, ну, для меня этот аромат оправдывает. Больше ничего. Ну, может быть, еще дело в том, что он на мне раскрывается не так, как я бы хотела. Всегда же хочется чувствовать себя какой-то таинственной такой барышней. Ну, вот это не та история. На мне как-то невкусно. Но, опять-таки, субъективщина. Я, разумеется, поздравляю Стеллери с этим запуском. На мой взгляд, это классно. Я вообще давно хотела их парфюмы. У них была уже линейка. Там, по-моему, было три аромата. Это были бюджетные ароматы. Они стоили, по-моему, около 800 рублей. Но я ни разу их не тестировала. Потому что в магнит косметики не было никогда тестеров. А брать кота в мешке я никогда не рисковала. И мне так было интересно. И мне, наконец, прислали на обзор. Наши коллективные мысли помогли. Плюс то, что я напрямую написала менеджеру, что мне интересны их парфюмы. Вот. По-моему, письмо электронное быстрее работает, нежели наши коллективные мысли. Ну да, возможно. Вообще, это в наших интересах. Чем больше появляется на рынке клевых бюджетных ароматов, тем для нас с вами лучше. Бренды начинают соревноваться друг с другом, выпуская все более, там, не знаю, красивые флаконы, все более сложные пирамиды, наполненные разными нотами. Делают более стойкие ароматы. То есть в наших с вами интересах, чтобы в сегменте вот этом масс-маркетане, недорогом относительно, появлялось что-то заслуживающее нашего внимания. Так что вперед в Магнит Косметик. Тестируйте аромат на себе, не ленитесь. Это, правда, играет важную роль. Как можно сделать? Вы пришли в первый день, нанесли один аромат, другой аромат на разные руки, ходите и периодически там на работе принюхиваетесь. Да, это, конечно, странно, но можно это делать как-то, наверное, иначе в выходной день. Окей. И когда вы протестируете все ароматы из этой линейки, вы сможете определиться, возможно, выберете парочку приятных для себя и будете их носить, и будете счастливы. Спасибо большое за просмотр. Поставьте лайк сейчас. Это было бы идеально для меня. Это помогает в продвижении видео. Пишите ваши комментарии. Говорите, что думаете, тестировали ли вы эту линейку. Если да, то что вам понравилось? Какие ароматы прям ваши, какие нет? Я все готова обсудить. Люблю вас безумно. Пускай у вас все будет хорошо. И я надеюсь, что весна в конце концов уже придет. Потому что у нас сейчас минус большой и ветрище. Ну, я надеюсь, к тому моменту, как вы будете смотреть это видео, погода уже нормализуется. Я очень сильно вас всех люблю. Всем желаю весны в душе. Вы у меня самые лучшие. Спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok